Это что за инди? Медвэ всемогучий сбылай с мечтой идиота! Герой детства! Пиво! И всё это в одном флаконе, вернее в бутыле! Денчик, я сейчас расплачусь, а! Видишь, сука, видишь? Это слёзы радости и счастья! Раскудрить я через коробыслово все щели! Да, Кузмич, вот когда дизайнер поработал во славу, просто огонь! Если ещё и содержимое под стать внешности, то это будет просто бомба! Между прочим, эксклюзив для наших мест! Вон, с ней продукция пиларни Дорбир, поди хрен, нароешь в продаже! Ты знаешь, я настолько счастлив, что даже не стану интересоваться, на что тебе пришлось пойти, дабы получить себе посылку! Что бы ни случилось, оно того стоило! Так что не вини себя, ты всё сделал в радость! Я тобой гордюсь! Это продлится недолго, так что не порт момент! Хрена ли ты несёшь! Ничего я такого не делал! Прислали на обзор! Чё тебе ещё надо? Там на тебя нахрен! Итак, перед нами классический американский па, имеющий гладкую горечь с неповторимым шелковистым ароматом цитрусовых и тропических фруктов, маракуйи, нотами зелёного чая с намёком на дыню! Дизайн огонь! Только от одного шрифта и фона сразу же всплывают ностальгические воспоминания! Особо хотелось бы отдать должное тактильной этикетке! Бархатная бумага с глянцем и вставками! Просто приятно держать и вертеть в руках! Я сейчас о бутылке, а не о том, о чём многие подумали! Приятно, говорю, изучать было ДТХ и прочие параметры! И всё к тебе лишь бы! Щупать да в руках, вертеть! Сам вот палишься лишний раз! Нет! Мне кажется, эта бомбическая этикетка прибавляет к себе стоимостью рупий 30! Только за бумажку! Это не гоже! Зато держишь и вот понимаешь, что в продукт душу вкладывали! И явно не для того, чтобы ссаны и жигули залить в стекляшку! Ну тут, конечно, не поспоришь! Давай уже, вещай подробно о земнофинке! Ну так и обещаю! Пред нами пиво светлое, нефильтрованное, неосветлённое, не пастеризованное Диана Джонс! Цена 180 рублей! Нам, между прочим, досталось на халяву! Объём 0,5 литра, и это правильно! В составе вода подготовленная, солод лечменный, пивоваренный, хмель, дрожжи пивные! Именно хмель и солод узнать не удалось! Стиль пива и по Американ, тип упаковки стекло, алкоголь 6,5%! Плотность 15%, горечь 50 и булк! Цветность не имею понятия, розыск от 0,5, 0,8, 22 года! Годен 108 суток при температуре от плюс 2 до плюс 7! А тут уже адекватный разброс по цене! Бааааааа, в температуре! Изготовлена ООО «Дорбир» 141591, Россия, Московская область, Солнечнокорский район, деревня Новая, 47, помещение 26! Может, конечно, под буквой «Д» имелась в виду не деревня, а там вся дорога или ещё что-то, херозная! Цвет бледно-соломенный, мутный, на фото так и не получилось передать его естественный цвет, ни на тёмном фоне, ни на светлом! Пена белоснежная, пышная, милкопузырчатая, стойкая, муссовая, аромат тропических фруктов, цитрусы, манго! Весьма глубокий и насыщенный, тело насыщенное, карбонизация умеренная! Вкус лёгкий, мягкий, фруктовый, очень питкая, весьма деликатный, насыщенный фруктовый вкус, сбалансированный без уклонов сладость! В послевкусии скромная хмелевая горчинка, но потом она постепенно начинает нарастать и приобретать цитрусовые мотивы, апельсиновые корки! Годнота! Оценка однозначно 5! Инди не подвёл! Определённо годная штука! Корич не сразу пьёт по шарам, а постепенно нарастает! Постепенно кажется, что хмеля ябой не положили и кажется, через чур лёгенький для ИПА, но нет, просто нужно подождать немного, пока раскроется полная палитра вкуса! В целом отличный ИПА, довольно простой, без каких-либо особых переливов, вкуса и экзотических сочетаний! Просто годный американский ИПА! Я бы повторил! Доставай вторую! Чё сидишь? Ну так второй нет, нам одну прислали За еще одной ехать мне не иначе, как в Московию придется, уж извиняйте Ух ты ж пропасть, вот так всегда, на самом интересном месте Может это это, по-бывенькому, метнешься одна на газете, другая, там лучше Ага, побежал Кузьмич, а вот что ты думаешь о четвертом фильме про Индиану Джонса? Это тот, где он уже дедом от иноклантианцев пьяал Но это уже феерический бред, такое, я не знаю, ощущение, что сценаристы схватили старого доброго Инди Приспустили с него штаны и надругались над ним всей франшизой, всей съемочной группой Но в первую очередь сценаристы и режиссеры и поустили бедного Инди по кругу Эх, а между тем перейдет пятый фильм, судя по всему Ну, там уж точно, наверное, уже демоны из могильничка полезут Не надо Порошиде похабить старые шедевры, не надо А полностью с тобой согласен Эх, жаль, что сутки бутыль была одна Ладно, господа, товарищи, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Ставить нам лайки и писать в комментариях, что вы по поводу всего этого пик-черела думаете Всем выше кубки и до свидосики Субтитры создавал DimaTorzok